Единственный сценарий, по которому Украина в принципе может рассчитывать на то, чтобы пересмотреть итоги этого военного столкновения, это если Украина станет процветающей страной, страной с сильной экономикой, соответственно решит все те проблемы, которые не позволяли Украине 30 лет до войны сильной страной стать. Так что здесь много достаточно оговорок, но сам факт прекращения войны сейчас на границе столкновения я считаю наиболее благополучным из доступных, потому что мы видим сейчас, до какой ценой Украине дается удержать границу, даже на том месте, в котором она находится, уже никто не говорит про контрнаступление, речь идет про удержание границы. Повторю еще тезис, за который меня очень ругали в 2022 году и который сегодня все повторяют сплошь и рядом, это что математика, ребята, не на вашей стороне. Тарасы закончатся раньше, чем Иваны. И демографическая яма, в которой оказывается Украина, это яма, из которой она в принципе не имеет какого-либо шанса выбраться, если война будет продолжаться несколько лет. Политик обязан об этом думать. Это что-то, о чем украинские политики должны были думать еще в 2022 году, когда они отказывались от мирного соглашения в Турции. На мой взгляд, это была фатальная ошибка. Самый лучший из доступных моментов, когда войну можно закончить, это сейчас. Поэтому я считаю, что решение заключить перемирие на точке соприкосновения, это лучший из доступных для Украины сейчас вариант.